Разрешите рассказать вам о том, как повысить эффективность и КПД сотрудников. Наверное, представляться нужно, хотя бы чуть-чуть, а то я вот тут пляшу перед вами два дня, да? Хорошо. Я в продажах, наверное, с 93-го года, в B2B-продажах плотно и в управлении с 96-го. При этом так уж получилось, что сознательно или бессознательно с 96-го года я занимаюсь исключительно B2B-продажами, в рознице не попадалось почему-то. Написал пять книг, получил два патента на изобретение, а не на торговую марку, сделал несколько бизнесов. Сначала, когда я был ИП, я торговал компьютером, техникой их собирал, потом у меня был бизнес по разработке программного обеспечения на заказ, телеком, CRM-система, есть много наработок. Для кого актуально CRM? Найдите в интернете бесплатный курс, как внедрить CRM за три дня. Это действительно возможно. Если у вас линейные продажи, сейчас на этом останавливаться не буду. Вот. Galloper CRM, может быть, кто-нибудь слышал такой проект есть? Это мой. И так уж получилось, что потом следующий бизнес был как раз бизнес-обучение онлайн, скрипт-дизайнер, несколько онлайн-сервисов. В общем, все, о чем я обычно рассказываю, это прочувствовано на своей шкуре, на своих отделах продаж. У меня было четыре представительства департаментом по продажам в одно время, я сам управлял из 35 человек, из пяти отделов продаж. В общем, было где поупражняться. И мое понимание конкурентоспособности, как оно вообще развивалось, как бизнес развивался. Сначала, на мой взгляд, что было важным – УТП. С самого начала, конечно, производства, если мы возьмем древние века. Что бы вы ни сделали, был такой дефицит, что при приезжаешь раз в месяц или в году на ярмарку и все улетает. Потому что не было товаров, но потом, когда пошел кризис перепроизводства, у нас на первое место встало, надо как-то отличаться, нужно изобретать привлекательное предложение – УТП. Я бы даже сказал, что УТП, по-моему, сейчас это несколько, по-моему, утопичная версия, потому что следующее в эволюции развитие ступени – это скорость копирования продукта. И были сделаны опросы, по-моему, около семи лет назад, генеральных директоров ТОП-500 компаний опросили и спросили, как вы оцениваете комфортность, уникальность вашего продукта по шкале от одного до десяти. Это Нил Рэхам проводил такие исследования, и средняя оценка была 4,7. Потом он взял тех же самых генеральных директоров и спросил у них через два года. Оценка была 3,7. То есть идет снижение. Почему? Потому что раньше, еще буквально 10 лет назад, 20, для того, чтобы скопировать какой-то продукт, нужно было года 2-3 технологическое преимущество. Год назад я летал в Ригу проводить тренинг, и там мне участники рассказали такую историю. Помните такие зажигалки Биг были? Кто помнит зажигалки Биг? Все помнят. А вы заметили, что их сейчас нет? Либо их мало. Их съели китайцы, которые быстро скопировали. И вот один из участников тренинга рассказал такую историю, что Биг они пропали, потому что они не выдержат конкуренцию с китайцами, которые выпускают продукцию не хуже. И Биг нашел выход из положения. Они создали интересную зажигалку с защитой от детей, чтобы дети, балуясь, не смогли поджечь ничего. И самое любопытное, они там прислали предложение, все короче, и решили с новым продуктом зайти на тот же самый рынок. Как вы думаете, через два месяца приходит предложение аналогично от китайцев? Скорость копирования, если раньше у нас было по тем же самым исследованиям 2-3 года на копирование, то сейчас копируется в момент 2-3 месяца, а иногда это недели. И, на мой взгляд, следующая эволюция – это скорость ваших изменений. Скорость решает. То есть то, насколько быстро вы меняетесь, то, насколько быстро вы следите за рынком, что-то отслеживаете. И это очень здорово, что вы пришли на конференцию, потому что конференция – это один из самых лучших способов, на мой взгляд, понять, что происходит, что работает, что нет, и каких результатов можно добиться, правильно расставить приоритеты. И сегодня я как раз поговорю о себестоимости и что такое скорость изменений. Это качество ваших бизнес-процессов, качество принятия решения, и именно от этих параметров зависит КПД и сотрудников, и компаний в целом. Я не говорю сейчас про преимущества технологические, когда у вас есть какой-то супер уникальный запатентованный метод, но тем не менее. На каких четырех штуках базируется эффективное управление, на мой взгляд? Это фокусировка, это гибкость, это командная работа и это бережливость. То есть понятно, что все четыре сочетать просто невозможно. Вы не можете иметь хорошие отношения в команде с коллективом, когда все друг на друге экономят. Как работодатель, как любой руководитель, как собственник я заинтересован в том, чтобы получать результат за меньшее количество ресурсов. Большее количество ресурсов, то бишь денег, как правило, останется в организации, я их выпишу либо себе на премию, либо заберу как собственник. И в этом смысле цели владельца и цели директора, они всегда противоречивы. Вам есть такие люди, которые и собственники, и директора здесь присутствуют. Вам особенно тяжело, друзья, не повезло, потому что как собственник вы хотите побольше вытащить из бизнеса, а как управляющий бизнесом вы хотите как можно больше оставить, чтобы было для развития. Потому что если вы не будете совершенствовать бизнес, свой продукт, свои бизнес-процессы, то вас сожрут конкуренты, они вам наступают на пятки, а собственник хочет дивидендов сейчас. Вот и возникает такая небольшая коллизия в голове, как так? Я с одной стороны хочу и больше денег от бизнеса, и с другой стороны мне нужно вкладывать в его развитие. И сегодня я вам дам два инструмента, один на фокус, один на как раз коллективную, вот эту вот командную работу. Совсем недавно, очень два таких простых инструмента, совсем недавно увидел интересную мысль у Глеба Архангельского. Он говорит, что тайм-менеджмент бывает личный, командный и корпоративный. Очень классная такая у него картинка была. Вот, допустим, личная эффективность. Уж там с какими интеллектуальными, эмоциональными, либо другими энергозатратами вы заставите что-то с собой делать, больше количества операций выполнять и так далее. Это на самом деле неважно. Я знаю, что у Глеба есть классная тема про то, что даже личный тайм-менеджмент, он на самом деле речь не идет про соковыжималку, что вы из себя выжимаете там все соки и вот так вот там быстро-быстро в высоком темпе интенсивно работаете. Есть там другой взгляд на это вещи. Но можно ли, имея супергероев, добиться хорошего результата в бизнесе? Вот у вас все супергерои, как вы думаете, можно? В стартапах, наверное, да. В больших бизнесах, в которых уже много людей, ну все помнят картину про лебедь, кто там, рак и щука, да? И представьте, если все герои, все все могут, хорошо если их три, они еще как-то худо-бедно могут, может быть, договориться, а если их больше, чем три, а если их 33, начинается бардак. Поэтому действия нужно как-то координировать. И должно возникать понятие, как коллективный тайм-менеджмент. Что такое коллективный тайм-менеджмент и организация труда? Это когда вы думаете не только о себе, но и о другом человеке. Если вы точно знаете, например, что, например, сейчас была ситуация, я с вопросом что-то делаю, ко мне подходит человек и говорит, ой, Андрей, можно вопрос, там один человек спрашивает на тему бухгалтерских документов. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек вообще не в теме командного тайм-менеджмента. Он видит, что мне сейчас некогда, что этот вопрос не приоритетен, но он с ним подходит. Зачем так поступать? Как с этим борется? Кто знает? Обучают? Да, обучают, но самый простой способ – это просто спускают сверху. Это у нас уже корпоративный тайм-менеджмент. Тогда, когда коллективный разум и субординация не позволяет команду делать, когда чувство так-то может быть отсутствует. Но это же не всем с молоком матери дается, это же от воспитания зависит, а взрослого человека легче, чем переучить сделать что? Пристрелить, правильно. Поэтому, чтобы чувство так-то не развязать годами, а это реально годами делается, мы спускаем сверху какую-то процедуру. И будет, как я уже пообещал, два инструмента. Нужно понимать, из каких они плоскостей. Первый здесь, второй – он где-то посередине. То есть, когда не получается у коллектива своим мозгом дойти до того, чтобы всем было комфортно друг с другом работать, значит, нужно что-то сверху спустить. И вот еще один очень важный момент. Кто пользуется исключительно электронными средствами планирования? Точнее, кто пользуется исключительно бумажными средствами планирования? Кто-нибудь вообще ежедневники ведет? Еще что-нибудь? Так, отлично. А кто электронными? А кто электронными и бумажными? Да, классно. Я видел несколько раз, проскакивала мысль у разных спикеров, и у Игоря Мана, и у других. И когда я начал искать фотографии, готовя эту презентацию к сегодняшнему выступлению в интернете, то с удивлением обнаружил, что на Западе все то же самое. Кто умеет читать по-английски? «Paperless is not a goal». Написано, что избавление от бумаги и от бумажных процессов – это не является целью как таковой, что на самом-то деле нужно повышать эффективность. И электронные гаджеты, они не всегда в этом смысле удобнее. И есть один простой инструмент, я вам его покажу, если хотите, я даже подарю один из них, прям такой же, которым я пользуюсь с 1996 года, того не осознавая. И только три года назад я прочитал, то ли в книге, то ли на каком-то тренинге, услышал одну историю, она действительно была в жизни, я не помню с кем, но она произошла где-то 100, больше 100 лет назад, 110-120 лет назад, когда, внимание, консультант по управлению, в то время уже были консультанты, представьте, стоял на перроне с крупным производителем и владельцем какого-то завода. И они разговорились, он говорит, ты чем занимаешься? Он говорит, у меня завод. А ты чем? А я повышаю эффективность управления менеджмента, в том числе на заводах. Он говорит, а за 15… Да, это все фигня вообще, так быть не может, я лучше знаю свой завод, чем ты. Так же оно и бывает, как надо действовать, вот так. Нет, я не согласен. И он говорит, ладно, хорошо, бог с ним, вот у меня есть 10 минут, потом поезд приходит, я уезжаю. Ты можешь мне дать что-нибудь за 10 минут такое, что может мне действительно помочь. И если оно мне поможет, то я тебе потом пришлю чек. Он говорит, могу. Он говорит, что когда ты утром приходишь на работу каждый день, выписывай, пожалуйста, 5 пунктов, самых важных пунктов, что для тебя сейчас действительно самое актуальное, важное сделать для твоего бизнеса. И пока ты хотя бы 3 из них не сделаешь, к другим задачам даже не приступай. И я работаю с 1996 года вот с таким планингом. И мне неудобно пользоваться гаджетами. Я, вот чтобы запланировать, чтобы знать, куда я когда-то еду, я сначала отмечаю себе вот здесь, там записываю на дату, а потом вношу в календарь, но я mail.ru пользуюсь календарем, потому что постен на mail.ru. Многие, кто пользуется Google календарем, удобная штука, согласитесь. Но записывать туда не всегда удобно, поэтому, когда я прихожу на рабочее место, я первым делом открываю, вижу, что у меня на этот день записано. Очень удобно, когда здесь идет раскадровка по часам. Важный момент какой, чтобы в календаре, чтобы календарь должен быть обязательно пронумерован. Вот, ну ладно, давайте я вам историю сначала дорасскажу до конца, а потом вернусь к календарю. И он говорит, вот ты сначала три, пять самых важных дел выпиши, и пока три, хотя бы три не сделаешь, вот не приступай к другим. И все, они расстались. Через два месяца к нему приходит чек на двадцать тысяч долларов. Двадцать тысяч долларов по тем временам – это эквивалент тридцати пяти миллионов рублей сейчас. Это как полмиллиона долларов сейчас – тридцать пять миллионов рублей. Простой совет. Простой. Понятно, что выросла сложность управления. Мы сейчас просто обладаем таким объемом информации знаний, и что нам кажется, что вот это какая-то простая тупая фигня, зачем ее делать? Это как пинделятор вот этот, кто, кстати, взял вчера пинделятор? Знаете, зачем, как он работает, по большому счету? Вы фокусируетесь, это фокус. Вы зависаете на несколько секунд и себе на подкорку программируете, что это надо делать. Вот так работает пинделятор. Я не психиатр и не психолог, но мне кажется, что он так работает. Можете спросить у более знающих специалистов, мне кажется, они его более популярно объяснят со всем научным обоснованием, как оно работает. Но оно работает. Поверите, эта штука тоже работает. Единственный момент для того, чтобы она стала более удобной. Как ей пользоваться? Смотрите. Во-первых, он должен быть обязательно пронумерован, как я уже сказал. Покупать пустые планнинги смысла нет. Их разлиновывать вы будете терять время. Зачем? Покупайте сразу. Удобнее, когда у вас даты стоят снизу. Почему? Как вы думаете? Потому что открываете в эту штуку. Вот здесь хорошо то, что видно предыдущий месяц и следующий. И неделя, на которую вы смотрите, выделена серым. Вы ее видите. Не видно сразу тех мест. Просто у меня как стол устроен. У меня штука специально выезжает с этой. Стол. На ней ноутбук. И вот такая штука, как раньше для клавиатуры была, выезжает вот эта штуковина. Я все записываю, задвигаю. Очень удобная штуковина. И технологию брагинского можно усовершенствовать. На рабочем месте не должно быть ничего, кроме компьютера и вот этой штуки. В принципе, ее можно носить с собой. Кому понравился инструмент? Я начинал вести этот ежедневник сам, вы видите. Потом здесь есть такой нюанс, что более удобно, когда суббота и воскресенье объединены в один столбик. Больше места. И я не мог найти, поэтому один месяц работал по вот этому ежедневнику. В принципе, чтобы не бегать, не искать, может быть, вы сейчас не найдете, можете получить вот этот кейс прямо сейчас. Кому надо? А кому действительно надо? Ну, что надо сделать? Даю подсказку. Абсолютно верно. Поздравляю вас, вы сделали правильный выбор. На самом деле успешных людей от неуспешных отличает именно это действие. Если, да, мне надо, а что ты сделал, ты жопу от стула оторвал, пардон за мой французский, для того, чтобы тебе это надо стало больше. Нет. Ну, я не буду углубляться в эту тему. Давайте лучше поговорим о том, а нужно ли успевать больше. Вот нам кажется, что столько задач, блин, как же я это все успею. Кошмар караул. Может быть, кто-то из вас слышал, что нужно делить время на важное, неважное, срочное, несрочное и выполнять только задачи определенного типа, остальные делегировать. Кто-нибудь пытался это сделать? Ну, и как, работает? Работает? Круто. А может быть, вам кажется, что работает? Я живу в парадигме, когда я понимаю, что на самом деле я не могу правильно классифицировать свои задачи. И мое мнение такое, что ни один человек не сможет правильно расставлять, классифицировать задачи, что важное, а что срочное. Нам кажется, что мы выполняем только срочные и важные задачи. На самом деле это только важные и несрочные, а все остальное как-то разгребаем. На самом деле это не так, потому что мы можем какие-то задачи неправильно классифицировать. И здесь важен взгляд со стороны. Здорово, если у вас есть такой наставник. Если пока еще нет, попросите своего босса им встать, чтобы он помогал вам классифицировать задачи. Это не работает. Работает, знаете что, работает второй принцип эффективного управления – это дробление на мелкие задачи, но это важно, если вы руководите подчиненными. кого проще найти – продажника, который холодные звонки делает, и на встрече ездит, и потом еще обходительно работает с клиентами, или простого оператора колл-центра. Второе. И вот все грезят, а где нам найти лучшего продавца? Да продавцов вообще должно быть три типа. Первый – это воин-победитель, который привлекает новых. Второй – если воин-победитель будет обслуживать постоянную клиентскую базу, что он с ней сделает? Он его угробит, потому что хороший воин-победитель, тот человек, который охотник, привлекает клиентов, он иногда должен додавливать. А если на клиента всегда давить и не развивать с ним отношения, клиент уйдет. Правильно. Это два разных психотипа. Я, конечно, прокачанный мужик, могу переключиться и в одну, и в другую роль, но людям частенько даже сложно понять, в какой роли они должны сейчас играть. И третий тип продажника – это как раз, когда делают холодные звонки. Здесь какой психотип нужен? Что важно от холодных звонков? Стрессоустойчивость. Да зачем она нужна? На самом деле стрессоустойчивость абсолютно не нужна, потому что холодные звонки, как правило, они очень хорошо формализуются, вон там есть схема, можете почитать. Во-вторых, у большинства компаний неправильная цель первого звонка, они пытаются привлечь, они пытаются выяснить потребности. Да ну, что вы, счастье не в деньгах, а в их количестве. Цель холодного звонка первого – это выяснить потенциал. Зачем вам нужна встреча, если вы получите контракт на две копейки? Не нужна вам встреча. Вам нужно понять вообще, какой типа заказчик перед вами – мелкий, средний, крупный. Это может сделать любой оператор с хорошим скриптом. И на эту работу вам не нужны воины, потому что воину ему скучно на этой работе будет. На этой работе нужны… Почему мужчины не выживают? Да потому что они не рожали, как женщины, у них нет терпения. На этой работе больше, наверное, подходит слово «пофигизм», но это я увлекся. Так вот, если вы правильно выстраиваете поэтапную, даже конвейерную работу вашего отдела продаж, то вам будет проще и людей подбирать, и процессы выстраивать. И самое важное, что нужно знать, чем нужно обязательно уметь управлять – это то, что есть три типа активностей. Первый вид активности – это когда вы думаете о том, как совершенствовать ваш бизнес, ваш бизнес-процесс. Второй тип активности – это когда вы контролируете ваших исполнителей и людей, что они делают. И третий – это текучка. Если вы по самые помидоры вот так вот завалены текучкой, то никаких изменений не будет. Вам нужно физически выделять время на то, чтобы всех послать нафиг, запереться в кабинете, отключить телефон и при этом не релаксировать с пассиансом или еще какой-нибудь игрушкой, а заниматься действительно важными задачами. Следующий интересный момент – как? Я не успеваю, знаете, всю работу не переделаешь, честно. И важно понимать, что всех денег не заработаешь. Поэтому все задачи выполнить невозможно. Страдать перфекционизмом – это для бизнеса, по-моему, губительно, если вы не работаете в лакшери-сегменте. И возникает еще один интересный парадокс – ограничение времени и решение творческих идей. Сейчас, к сожалению, время не позволяет. Можно вас отпустить на пять минут попозже? Я вам расскажу клевую историю. Смотрите, в чем парадокс. Поручили двум группам одно и то же задание. Одной группе дали задание решить какую-то задачку и заплатили деньги. Второй группе дали то же самое задание и не заплатили деньги. Как вы думаете, кто лучше решил? Вообще, без денег, сказали, решите просто и все. Которые без денег, да, они решили задачу быстрее и чуть ли не более качественно, чем те, которым заплатили деньги. Потому что, когда заплатили деньги, они решали ее дольше, они все там выверяли, подходили с перфекционизмом. И я много раз наблюдал такую штуку. На тренингах даешь задание людям, двум группам, одним даешь полчаса, от получаса до двух с половиной часов, другим 10-15 минут. Качество решения практически одинаковое. О чем это говорит? Что нужно бюджетировать. Три вывода, простых, но не очевидных. Что самой важной активности нужно бюджетировать, просто говорить, вот тебе столько времени, за это решай. Качество решения максимально хорошо, как получится. Второй вывод, то, что сокращение времени на текущей активности может привести к повышению производительности труда. Да, не удивляйтесь. То, что вы раньше, например, забюджетировали время на летучку 20 минут, сократите до 10, ничего не изменится. Может быть, даже еще и лучше станет. Если контролировать бюджет и квоты, то авралы прекратятся. У кого есть распорядок дня? Слышали про такой? Есть такой распорядок дня? Я сейчас не буду мучить вопросами, почему у вас нет. Давайте просто свое видение расскажу. Что на самом деле распорядка дня быть не может, потому что один день не похож на другой. Распорядок недели еще худо-бедно. И я нашел такой интересный инструмент, что на самом деле есть три типа времени, о них чуть попозже расскажу. Бывают такие случаи, у кого возникает больше, чем один раз в неделю такой случай, когда к вам прибегают и говорят, ой, шеф, мне надо вот это вот срочно решать. Вы понимаете, что на самом деле этот вопрос неважный, вас отвлекают от важного дела, и вы раздражаетесь. Может быть, не показываете это, но, тем не менее, есть некоторое внутреннее раздражение на то, что дергают по всякой фигне. Это вот к вопросу. Корпоративного правила нет, а так-то командная работа пока не развилась. Почему – неважно. И на самом деле можно этим управлять очень просто. Что есть три типа времени, как и для вас и для ваших подчиненных. Табу, служу и зеленая. Табу – это когда вас нельзя отвлекать. Вот оно, например, красным сделано. Ни в коем случае. Вот у меня позиция простая. Она 20 лет не менялась. С часу до двух у меня обед. Хоть пожар горе, хоть налоговая, хоть блиномон с автоматами в офисе сломились. Я встаю и говорю – у меня обед. Нафиг. Есть такое время, когда мне звонить нельзя. И никто не звонит. Но самое важное – нужно донести это до подчиненных. Но если вы говорите мне нельзя, значит, вы должны отвести время для разговора со своими сотрудниками. Для этого, да? И поэтому должен быть тип времени служу, когда вы принадлежите, когда ваше время принадлежит вашим сотрудникам. Я веду довольно много проектов. И по каждому проекту у меня есть одно совещание длительностью в один час в неделю. Этого хватает, чтобы вести до пяти бизнесов. Одно совещание в неделю один час. Да, в каких-то бизнесах я работаю еще как исполнитель, но тем не менее. Как может выглядеть… Простой кейс, смотрите, техническая неделя. В телекоме у меня была такая ситуация. Старший менеджер, повысили человека до старшего менеджера, сказали, будешь руководителем отдела продаж. Распиши, пожалуйста, свою неделю, как ты видишь свое время. Ну вот, смотрите. Красным – табу, желтым – служу, да, там совещание о планерке, зеленым – когда, в принципе, если ситуация не терпит отлагательства и неделю подождать не может, то можно позвонить этому человеку, по крайней мере. Чего здесь не хватает, как вы думаете? Старший менеджер должен стать руководителем отдела продаж. На свободное время, конечно. Когда он это расписал, он говорит, как я могу еще строить отдел продаж. У меня времени нет. Я говорю, отлично, напиши, пожалуйста, вот эту работу по расписанию. Вот работа по расписанию. У него все – работа по расписанию. Чего здесь не хватает? Ну, в CRM-системе есть автоматическое построение расписания. Если интересно, пишите умное расписание в CRM-системе и найдете видео на YouTube. Давайте сейчас не будем, мне нужно побыстрее. У него работа? Правильно, работы с людьми нет, найма нет, обучения нет, ничего нет. И он говорит, блин, у меня 40 часов в неделю, я не успеваю. Когда мы привели его снимок недели в соответствие с активностями, их забюджетировали. Что оказалось, что в неделе появилось еще 40 часов. То есть 40-часовой недели стало совершенно спокойно хватать и на его работу, и на его поведение клиентов, и на то, чтобы заниматься построением отдела продаж. Другой кейс аналогично, из другого бизнеса. Вот так выглядело понимание сотрудника, которого назначили на должность руководителя отдела продаж. До того, его назначили, сказали, как ты видишь свое время? Он разрисовал. Вот так оно стало выглядеть после форматирования. Хорошая штука? Кто будет внедрять своим сотрудникам? Отлично. Вот если вы будете внедрять, можете прислать смс до 27-го числа. Я вам пришлю видеозапись. Она у нас, по-моему, полторы тысячи рублей стоит. Вам бесплатно. «Как победить хаос и повысить производительность». Даете эту видеозапись и говорите, вот то, что Веселов рассказал в это видео, посмотри, и пришли мне снимок своей недели. Потом вы посмотрите, что он там написал и подправите. Я уверен, эффективность сильно возрастет. Есть один секрет от Брайана Трейси. Я, поскольку во время не укладываюсь, то, наверное, вам его не расскажу. Или рассказать? Еще пять минут. Рассказать? Смотрите, Брайан Трейси говорит следующее. «Не ставьте на начало дня длительные планерки и разбор почты. Входящее обращение – это как подарок. Ничего страшного не случится, если эти письма полежат до 12 часов. Когда вы пришли на работу, у вас больше всего энергии. Направьте ее на холодные звонки, на какие-то важные задачи, на все, что угодно. Только не смотрите в почту». Напоминаю, что есть имейл и подарок до 27 марта. Я пришлю. Почему только до 27-го? Потому что нет времени разгребать эти смс позже. И давайте проведем еще один конкурс. У нас в холле есть разные видеозаписи. Я сейчас не буду про них рассказывать подробно. Расскажу только, зачем они нужны. Ко мне менеджер по продажам новый приходит и мне, чтобы ему не учить и не повторять, я ему даю видео записанное, базовый курс во всех бизнесах. И говорю, иди посмотри. Он идет смотрит, потом он смотрит видеозапись по продукту и в течение одного дня человек практически готов и на следующий день может звонить. минимум времени тратится. Вот самое полезное. Есть еще и другие, но у нас плохо продаются именно на физических носителях, поэтому мы решили избавиться от склада. И я вам сейчас расскажу. Будет беспроигрышный совершенно конкурс, в котором все участники получат что-то полезное. А тот, кто выиграет, он получит вообще всю эту штуку. Давайте. Вот я открываю колоду карт. Что-что? Да, сейчас картишки сыграем. Бизнес-конференция. Надо же как-то это повеселиться, а то что так скучится. Да, пока вот открывают, она тут запакована хорошо, не надо же. Вот кто, спикеры, господа и платные участники по версии Big Boss, не забудьте взять талончики, потому что через 15 минут они уйдут в свободную продажу. Я вам покажу одну карту, потом у вас не будет возможности. А, кому показать? Кому вы доверяете? Она выиграет потом. Надо кого-то назначить. Кто самый незаинтересованный? Давай я. Давай я. Не, Эльгиз, ты подставной. Ха-ха-ха. 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 А давайте вот как. Я ее сам не знаю, я покажу ее в видеокамеру, чтобы все видели. А то потом скажут, что я... Вот, пожалуйста, выберите любую. Не показывайте и сами не смотрите. Нельзя. Видно? Все, супер. Я не знаю, что это за карта. Потом скажете. Вы запомнили? Да, отлично. Вот, друзья мои, кто вытянет карту, вот эту выигрышную, тот получит всю эту стопку. Остальные получат призы ценные. Конечно. Вас сто. Карта 52. Да, да. По две брать нельзя. По две нельзя. Вот, 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 пожалуйста, еще есть. А по пять тоже нельзя? По пять тоже нельзя. Ну что вы. Я видел, самые хитрые взяли. По две схитрили. Ладно, это останется на их совести. Так, смотрите, карты еще есть. По две можно. Можно по три. Вот, видите, чем... Не зря я рассказывал историю про то, что отличает. Конечно, кончились. Говорите, какая карта? Десятка крестей. Десятка крестей у кого? О, круто. Самое смешное, этот человек заплатил 4 тысячи. Мы с ним долго торговались. Он купил весь этот комплект уже. У него второй. Вы хотели копировать, да? Ну, это знак, да. Видимо, действительно больше всего нужно. КОРОДИЯ ВОЛХА. ГОЛОДИЯ Субтитры создавал DimaTorzok